Здравствуйте, меня зовут Любовь. И сегодня будет новогодняя распаковка из новогоднего похода в Сифару. Да? А что делать? Пока я могу себе это позволить, я надеюсь, что так будет всегда, я буду себя радовать и дарить себе подарки на Новый год. Я уже не очень помню, где что было куплено. Видите, я изменила себе и все-таки сходила в золотое яблоко. И, в общем-то, на этот раз я была довольна, удовлетворена, да, походу, да. Мы начнем вот с такого пакета. Это было куплено в уголке Шанель и упаковали они это все в свой фирменный пакет со своим фирменным цветком. И что же в этом пакете? Покупка, в общем-то, была не для души, а для дела. Это крем Шанель Сублимаш. Да, к сожалению, свет сегодня плохой, и сводчи вы практически не увидите. Я их сделаю на руке чего-то, но вы плохо будете это видеть. Увы, яхну, либо новокутнее настроение, либо сводчи при дневном свете. Простите меня. Шанель Сублимаш. Защита от солнца с SPF 50. Я никогда не выхожу из дома без SPF 50. Зима ли это, лето ли это, Москва ли это, или еще какое-то место, потому что у меня очень тонкая, чувствительная кожа, которая склонна к пигментации. И именно поэтому, как только у меня заканчивается один SPF 50, я покупаю себе другой. Это у меня уже, наверное, третий или четвертый тюбик. Я люблю этот крем для лица, потому что он еще и с ничего будет не видно, потому что он еще и с ухаживающими свойствами. Я использую его как базу под макияж. У него хорошая защита. С ним я была в Таиланде. В Таиланде я там с ним не сгорела, у меня не появилась новая пигментация в Таиланде с ним. И у меня его не было год, потому что у меня была другая база под макияж Emporio Armani, тоже SPF 50. Но я решила вернуться к этому крему, потому что он хороший. Он хороший, он мне нравится, да, он может показаться жирноватым, но мне нравится, как он пахнет. Он, конечно, что-то отдает SPF. Это такой тонкий запах косметики, но не их любимая розочка, которую они везде засовывают. Он хорошо растушевывается, да, после нанесения лицо с ним будет поблескивать. Он ухаживает за кожей, он не забивает мне поры. И защищает от солнца. И в Таиланде я с ним не сгорала. Очень хорошая штука, надолго мне его хватает. У него срок годности после открытия 18 месяцев. Трясти его не надо. Я его очень люблю. Еще у них неплохая есть из этой же серии. Нет, не из Сублимаш, просто из белой такой серии. Тоже средство для лица с SPF 50. Они его год назад где-то полтора или, может быть, два перевыпустили. И сделали ароматизацию розочкой. А до этого он розочкой был не ароматизирован. И, по-моему, формула сохранилась такая. Может быть, что-то они поменяли. Но вот этот запах меня как-то не очень вдохновляет в нем. А здесь меня, в общем-то, все устраивает. Да, лицо будет блестеть. Но я всегда пользуюсь пудрой. Поэтому этот блеск припудривается. А вообще, люблю этот аромат его. Он очень тонкий. Просто он ни о чем. Он парфюмированный. Но мне он нравится. Шанель Сублимаш SPF 50 High Protection. Это такая рабочая для меня лошадка. Еще мне... Это вот это. Это вообще спонтанная, импульсивная абсолютно покупка. Потому что это, блин, просто крем для рук Шанель. Я не возлагаю вообще никаких надежд. Но ты иногда просто хочешь что-то купить, потому что у тебя Новый год. И ты покупаешь крем для рук Шанель. Защищает, питает и делает кожу рук ярче. Ну, видимо, имеется в виду, что кожа начинает сиять. Да. Что они тут нам с вами пишут? Крем для рук и ногтей насыщенная текстура. Для сухой чувствительной кожи рук. Да, да, да. Это то, что мне надо. Глицерин, вода на первых местах. Потом масло ши. Потом еще какие-то экстракты. И пантенол есть. В общем, состав, кстати, неплохой. И у меня был как-то крем для рук Ланком. Что-то было как-то не очень. Ну, давайте попробуем этот. Прикол этого крема в чем? Прикол этого крема в том, как он выглядит. Это яйцо Шанель. Вы видите? Да что за свет-то такой без... Вот. Яйцо Шанель. Сколько в этом яйце? 50 миллилитров. И они хотят... Чего они хотят? Как его открывать? Вот. Все просто. И здесь... Что ты хочешь от меня? О-о-о. Интересно. Здесь... Ну, вы ничего не увидите. В общем, здесь как будто дырочки вообще нет, но она как бы есть. Как это делать? Давайте попробуем первый раз. Да, вот. Здесь такая силиконовая маленькая нашлепка, прорезь. И через нее очень мелко выдается этот крем. У него действительно густая текстура. Текстура приятная. Пахнет, знаете, у них есть такая линия для... ухода за кожей. Увлажняющая гидра, по-моему, Шанель гидра, что-то такое. Насколько я помню, там такие зеленоватые банки. Пахнет, как эта серия. Это приятный травянистый свежий аромат. На коже довольно рук приятный. У них есть гелевая текстура этого крема. И есть текстура кремовая. Я, конечно, купила ту, что пожирнее, потому что никаких гелей мне зимой не надо. Замечательное, прекрасное, приятное яйцо, маленькое. Консультант говорила, что очень много на подарок берут. Ну, коже рук приятно. Коже рук приятно. Посмотрим, что будет, когда буду банки выбрасывать, когда я его закончу. Я вам расскажу, что с ним сталося. Понравился он мне или нет. И консультант еще положила мне в подарок пару пробников. Что еще? Приглашаю вас разделить радость Рождества, Нового Года. Тра-та-та, ра-на-на, роскошные подарки, вишлист, насладитесь. Что это? Клиентский день Шанель. Ой, я в такое не хожу. Все? Все. В пакетике Шанель это все. Что она мне положила? Она мне положила два пробника из этой линейки Сублимаш. И один это... Что это? Что это? Скинкер. Противовозрастной уход. И это крем для лица. Да, с противовозрастным уходом, универсальной текстуры. Как я понимаю, всем подходит. Ну, интересно. Интересно, хорошо, сколько здесь. 5 мл крема. 5 мл крема. Вот такой маленький. La Creme. Sublimash La Creme. Sublimash La Creme. Отлично, когда у меня будет дефицит моего крема для лица, я попробую этот. И еще она мне положила, это уже 5 мл, средство для снятия макияжа Sublimash. Деликатное средство для снятия макияжа. В общем-то и все. Ну, посмотрим. Это тоже вещь полезная. Маленький тюбик. Вы знаете, я пробники люблю. Комфортное средство для снятия макияжа. Для какой кожи я пока не могу разобрать. Но так как эта линейка Sublimash, она вообще такая антивозрастная, я думаю, что и для сухой кожи должно подойти. Вы знаете, я свою кожу очищаю деликатно. Сушащие вещи не люблю. Поэтому спасибо, уважаемые консультанты. Такие прекрасные комплименты от марки. Следующее, что тут у меня лежит прямо передо мной, это Mojave Ghost by Redo. Ну, конечно. Я почти полностью завершила свой Mojave Ghost by Redo. И я не смогла отказать себе в удовольствии, чтобы не купить новый. И у меня теперь есть новый флакон Mojave Ghost by Redo. Это один из тех немногих ароматов, которые я всегда при любом настроении, при любой погоде могу терпеть на себе. И всегда буду им пользоваться. И это то, что приносит в мою жизнь радость, счастье, комфорт. И как это открывается, я помню, у меня тоже была большая проблема с тем, как открыть этот аромат в первый раз, когда я его купила. Вот здесь, смотрите, есть такие штучки, закрывающие нашу коробочку. Коробочка вот такая. Здесь написано By Redo. И здесь написано By Redo. И здесь тоже, ну, вам засвечено, написано By Redo. Так. Как его? Как? Так. О, пошел процесс. Щелк. Прекрасно. By Redo Mojave Ghost. Я помню, что я очень долго не могла достать этот флакон. Здесь мы видим карточку, где, скорее всего, у нас благодаря за то, что мы выбрали этот прекрасный аромат. И рассказывают о доме By Redo. Да-да-да. Бен Гором. Это, видимо, создатель всей этой линейки, всего этого бренда. Он рассказывает, как и зачем он решился делать парфюм. Делится с вами и со мной. Он дошел до жизни такой. А мы вот до такой жизни с вами дошли. Да, я его снова не могу вытащить. Как и тогда. Так. Вот. Все получилось. Насладимся первым. Крышка не пахнет. Да, это тот самый прекрасный аромат, который я так полюбила год назад. Он теперь снова у меня есть и в волосах, и на лице, и на руках. И он прекрасен. А вы знаете, я как-то читала на программите о нем. Но у меня же все интересно. И какие ноты, и все. Ну, ни про какие ноты я ничего не запомнила. Но я читала отзывы. Отзывы — это отдельный кайф на этой фрагрантике. Писала, значит, женщину. Этот аромат напомнил мне запах подмышек моего мужа, когда ему было 14 лет. Я зависла, у меня была пауза. И мне не очень понравился этот отзыв. Я прочитала его вслух дома. Мы долго ржали. Этот аромат не напоминает мне никакой запах подмышек. Он прекрасный, изысканный, тонкий, воздушный, естественный, не синтетический, не химический, невероятный, клубящийся. Он очень похож на меня. Вот. Я очень рада, что я его нашла. И я ничего больше такого за последний год-два для себя не открывала. Он великолепен. Это прекрасный аромат. Мне удержаться было. Mojave Ghost by Reddo лосьон для тела. Вы знаете, у меня есть крем для тела Mojave Ghost. Кстати, в золотом яблоке только я это видела, такой лосьон. Ни в Sephora, нигде я этих лосьонов By Reddo не видела. Крема для тела там не было, но там был лосьон для тела. Консультант его хвалила. У него неплохой состав. Пахнет ли он нашим с вами By Reddo вот прямо так, чтобы... Потому что крем для рук и для тела очень пахнет. У меня есть и туэта. Кто меня смотрит, тот знает. Лосьон для тела, наверное, менее всего. Напоминает оригинальный аромат в самом начале. Но я все равно чувствую, конечно, конечно, это очень близко к тому. Да. Ну, конечно, близко. Очень напоминает. Чуть легче, чуть другое. Но, конечно, это оно. Это тоже By Reddo. Здесь у нас 225 миллилитров. И у меня теперь помимо крема, который я уже почти полностью, но не почти, но много использовала. И крема для рук. Есть еще лосьон для тела. С очень приятной текстурой. С относительно неплохим составом. Здесь тоже есть масло ши. Масло ши вообще рулит, я смотрю, у нас в последнее время. Хороший. Хороший, хороший, хороший. И парфюм очень хороший. Я очень довольна. Очень смешно, что мне к этому By Reddo, консультант, хотела меня порадовать. Кстати, дала мне 4 вот таких вот коробочки живанши пробников. Знаете, что это? Вот они 4 одинаковых. Она очень хотела меня порадовать, дала 4 одинаковых. Это в оттенке, этот тональный флюид, знаете, в каком? По-моему, 20Y210. Я не знаю, что сейчас у нас с вами со светом, будет ли это видно, но просто, чтобы вы понимали. Вы знаете, я не пользуюсь тональными флюидами, я не пользуюсь тональными кремами, я пользуюсь только консилерами и пудрами. Может быть, BB крем. Оттенок. Вы видите? Это очень... Так, не засвечивайся. Это... Это не на меня. Это не мой оттенок. Это какое-то желтое неожиданное нечто. Это вообще не мой оттенок. Поэтому спасибо за попытку меня порадовать, но 4 вот таких вот по 5 миллилитров, то есть 20, это практически небольшой флакончик. Очень жаль. Очень жаль. И потом тональными средствами я не пользуюсь вот такими. И очень жаль. Очень жаль. Кому-нибудь надо будет отдать это, потому что я вообще не понимаю. Оливковый, наверное, он будет, если это так назвать можно. Оливковый какой-то вот тон. Но, к сожалению, к сожалению, чтобы это был какой-то светлый консилер, хайлайтер, я не знаю, лак для ногтей, но бесполезная вещь. Увы. Увы. И еще она же мне дала, консультант Байреда, 3 BB крема, Эрбориан. Ну, с BB кремом есть хоть какая-то вероятность, что это будет подстраиваться под тон кожи, но я и BB крем не очень люблю. Но под глаза иногда наношу. Вот у Эрбориана есть BB под глаза. Я даже думаю, его купить. Видите, у меня как-то был пробник для лица. Ну, не знаю. Ах. Я люблю, знаете, когда декоративка в пробниках, помада. А лучше гигиеническая помада. Или тушь. Вот это идеальный пробник. Но, чу дали, то и дали. Ладно. Кстати, Байреда дали в пакете Эсцентрик Молекулс. Ну, тоже какой был. Такой дали. Метеориты, Вояж, Рефил. Кто меня долго смотрит, тот знает, что я люблю. Метеориты, Вояж. Обожаю. Это мой третий, четвертый Рефил. Я не знаю. Вот такая у них пудреница. Пудреница у меня уже есть. Пудреница, мне кажется, сейчас они снизили цену, что ли, потому что этот Рефил обошелся где-то тысячи в две с половиной. Пудреница стоила. Ну, когда ты вот сами метеориты прям покупаешь. Это тысяч семь, наверное, было. Без скидки, но тем не менее. Я люблю эти метеориты. Это спрессованные шарики в светлом оттенке единственном. Они я не знаю, что они делают. В основном моя пудра это либо вот эти метеориты спрессованные Вояж, либо это Люпризм Визаж Живаншир Осыпчатая. Иногда еще Эйчти и Make Up For Ever. Я не знаю, что они делают. Они высветляют тон, они делают лицо холеным. Очень слегка, очень незаметно, но я люблю этот их эффект. Их обосрала абсолютно блогер Тати. Она говорит, для пудры это непонятно что. Ну, конечно, им ведь всем нужна такая пудра, чтобы пудра была и такой оттенок теней, чтобы прям оттенок теней был. А вот эти вот люксовые такие полупрозрачные вещи никто уже не любит. Не модно это. А я вот люблю. Ну, и пахнут, конечно, они прекрасно. Потом, конечно, пудреница тяжелая. Она вся металлическая, тяжелая. Ну, правда, вот это вот пластик. Так ничего не видно, цвет плохой. Ну, в общем, верьте мне, это пластик, это такая текстурированная пупурчатая штука с вензелем герлен посередине. Проблема в чем? Когда они вот в таком вот виде, каждый раз, когда ты проводишь по ним кистью, от них начинает откалываться маленький-маленький спрессованный кружочек. То есть, здесь много оттенков, они все высветляют, делают цветокоррекцию и придают сияние лицу, при этом помол очень-очень мелкий, невидимый и невидимые, невидимые, невидимые вообще блестки, их не видно. И вроде бы ничего не произошло, но красиво стало. Когда вот такое вот состояние, каждый раз ты проводишь кистью, что-то начинает отваливаться, 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 и пользоваться, ну, невозможно, это уже раздражает, каждый раз у тебя в кисти что-то застревает, падает на стол, падает в декольте, волосы. Поэтому, когда они вот в таком состоянии, я начинаю, что да, надо думать, что надо купить рефил. И я купила себе рефил. Уже непонятно, какой по счету. Рефил стоит гораздо дороже, чем сама версия, но рефил выглядит как рефил, обычный рефил в пластике. И очень скоро этот рефил займет свое достойное место там, где ему и место. Я вам сейчас попробую на эту камеру показать эту текстуру, но я, к сожалению, думаю, что с таким светом мы с вами ничего не увидим. Прекрасно этот тонкий фиалковый аромат. Давайте попробуем. Вот, вот так вот видно, видите? Так, тихо-тихо-тихо. Спрессованная вот эта вот метеоритная пудра в шариках, самый светлый оттенок. Вот она. У них есть еще более дешевая версия, тоже метеорит испрессованная, но вояжи, они дороже всего. Хотя мне кажется, что рефил вояжи и рефил обычной стандартной версии в трех оттенках, они будут стоить одинаково. Здесь, когда вы покупаете пудреницу, вы за нее платите. Я ведь их настолько люблю, что у меня есть даже у меня же есть даже предыдущая их пудреница. Так, ладно, я сейчас не буду делать, я их сейчас сломаю. Это сделаю потом, после съемки. Их предыдущая пудреница, она вот такая. То есть, она очень похожа на крышку стандартную от всех баночных метеоритов. Это полностью металл. Если здесь крышка, она такая, вот этот вот пластик, пупырчатый, сверху, но чтобы она тоже тяжелая, то это еще тяжелее, ей просто можно убить, она полностью металлическая. И здесь вы видите вот этот вот текстурный рисунок. Вот отсюда не выпало. Это так и было. Текстурный рисунок, как на баночке с метеоритами. Я ее храню, никогда не выброшу. Здесь у нас, конечно же, написано «Герлен». И если сюда подойдет рефил, может, я его сюда вставлю. вот она, пудреница эта. И они не открываются полностью, но хорошо до сих пор фиксируются. Видите, очень качественно сделана упаковка, она на магнитной защелке. Но я не знаю, что должно произойти, чтобы это сломалось. Вот у меня есть, например, диор румяна. У них весь замок вот этот вот, вот здесь не замок, а механизм открывания, он полностью весь сломался и развалился. Там есть пластик, здесь вообще нет никакого пластика нигде. Это крайне качественно, шикарно сделанная пудреница. И это тоже хорошо сделано, но это перевыпуск. И она, но она тоже очень хорошо фиксируется до сих пор во всех положениях. Тоже очень качественная, пластик только здесь, но тоже магнитный замок. Вот они две такие. Вы знаете, я эстет, я очень люблю эстетику в косметике. И это два, вот это, это такое же произведение искусства, как и пакет Диор, который я вам показывала. Невероятно красивый аксессуар, конечно, в пудреницу эту сумку тискать, тяжеловато. Я реально вот так вот, если запустить в кого-то, можно, наверное, череп проломить. Чужолая вещь. И спрессованные они в этой пудренице были по-другому, а потом произошел перезапуск, и мы увидели вот эту. Чем я с вами поделилась, посмотрите. Что у нас есть еще? Из интересного у нас есть Petite Fee, Petite Fee, я не знаю, почему это на французский манер, короче, это корейские патчи для глаз. Здесь как-то прямо их дохрена. Их здесь 60 штук. Я не знаю, 60 штук на оба глаза, то есть 120, или 60, в смысле 30 использований. 20-30 минут сидишь, обещают, что они вам, это мы в Сифаре купили, да, уберут припухлости, борются с синяками под глазами, состав какой-то просто вот такой вот раздутый, гигантский, где-то на первых местах, да, на втором месте глицерин, на первом вода, дальше экстракты, 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 тканевая, гидрогелевая патча, легласть вокруг глаз с коллоидным золотом, ну, я не знаю, ну, проверим, 20-30 минут, говорят, сидите, и все у вас будет хорошо, хорошо проверим, проверим обязательно, голд эгф, что написано, то я прочитала, вот они, патча-то глаз мы еще купили, для кожи, вокруг глаз, под глазами, еще из Сефары, еще из Сефары, у меня есть маски для рук, коллекции с Барби, у меня уже была такая маска для рук Сефара, она мне понравилась, хорошая маска, напяливаешь эту маску, закрываешь перчатку, это перчатки, и сидишь 15 минут, потом с кожи рук все очень мило, коллекция с Барби, но это просто упаковка, я не знаю, вы видите, но я думаю, что вы что-то видите, просто упаковка, на самом деле, здесь глицерин, алоэ в составе, хорошая штука, чтобы реанимировать кожу рук, если ветер надул и цыпки, в общем-то поможет, да, просто сухая кожа тоже поможет, будет хорошо, будет приятно, и так как нам понравились эти штуки для рук, мы купили такие же для ног, это именно для меня, 20 минут говорят, потом нежно в массажируйте, в кожу, не нужно смывать, и эти тоже смывать не нужно, ну, в общем, такой убойный уход для кожи ног, но это не носочки корейские, после которых все будет облизать, это просто такое интенсивное увлажнение, купила себе, попробую, в сифаре еще дали и опа мать подарок, ходить в пятерочку за чаем, сифара коллекшн, это сумка для продуктов, которая выполнена, по-моему, это хлопок, да, просто хлопок, спасибо, может, даже и под назначением буду использовать, и еще по мелочи осталось, ну, это уже, знаете, такое, обсессивная покупка, смотрели мы тут, надо отдельно рассказать, в общем, там девушка была одна, на которую мы смотрели, там было, она говорит, карточка расплачивается, расплачивается, и чтоб прям кредитка раскалилась, я понимаю, о чем она говорит, маска сифара, у них хорошие маски, мне нравятся их маски, и мы купили кучу всяких масок сифара, пузырчатая маска сифара, с быстрыми пузырьками, детокс, я не буду долго про них рассказывать, но маска для лица, это всегда маска для лица, это всегда классно, это всегда хорошо, маска, которая разогревает, этим я точно пользоваться не буду, это будет пользоваться моя вторая половина, который, 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 которая, маска, которая имеет мгновенно релаксирующий эффект, и что она делает, успокаивает, дарит коже чувство комфорта, еще одна такая маска, две одинаковые маски, которые филинг, вот этим я буду пользоваться, я подозреваю, что здесь в составе есть какие-то легкие кислоты, которые будут мягко отшелушивать кожу, когда попользуюсь, я вам расскажу, еще одна маска для рук, с алоэ вера, и еще одна маска для рук, с орехом макадамия, это уже не барби коллекция, но это тоже перчатки, тоже перчатки, которые вы надеваете на руки, всегда очень полезно, я люблю за руками ухаживать, и еще я купила, это, по-моему, было в Золотом Яблоке, карандаш для глаз, в оттенке Chesnut, по-моему, это переводится как каштан, Givenchy, waterproof, он водостойкий, оттенок 02, это выкручивающийся карандаш, очень часто, это уже мой, наверное, четвертый, я этим карандашом делаю стрелки, карандаш Givenchy, я его очень люблю, да, нужно приноровиться, чтобы его использовать, у него тут сзади есть точилка, иногда я ей пользуюсь, иногда нет, но я уже настолько привычна к этому карандашу, что я могу его даже не точить, и все равно нарисовать стрелку, а потом здесь вот так вот, чуть-чуть исправить ее, прямо пальцем, и все у меня будет нормально, он выкручивается, вот он такой, сколько его здесь, его тут довольно много, мне его хватает, ну, наверное, на полгода, потому что у меня еще есть тени, которыми я могу подводить глаза, у меня еще есть гелевая подводка Bobbi Brown, это такой хороший коричневый цвет, он очень мягкий, вот этот коричневый цвет, он очень мягкий, почти ничем не пахнет, ну, чем-то похожий на тушь, он действительно довольно влагостойкий, он действительно никуда не будет убегать, никуда не будет размазываться, с ним удобно работать, он не мгновенно застывает, но он застывает, водной линии я его не пробовала, я ничего вам не могу сказать про водную линию, но сверху по веку прекрасно застывает в нужное время, есть сколько-то, чтобы его где-то подправить, если вам надо, замечательно скользит по веку, до последнего нормально работает, я люблю его, и, кстати, он у меня не обламывался никогда, я его люблю, это, наверное, уже мой четвертый карандаш, вот такой вот он обычный белый, относительно недорогой, и коробка, конечно, замечательная, коробка Givenchy, что еще, еще одна маска Sephora, белая, глиняная маска Sephora, которая восстанавливает минеральный баланс кожи, хорошо, а у меня таких масок есть, вот в таких упаковках, это очень удобные упаковки, здесь написано 4 применения, но мне хватает на гораздо дольше, мне что-то понравились прям эти маски Sephora, я их вот постоянно покупаю, и я их использую, выбрасываю, покупаю новые, то есть вы не думаете, что я их покупаю, они лежат, нет, я ими пользуюсь, и последнее, ну, не последнее по значению, это, во-первых, HD пудра, рассыпчатая в мини формате, здесь 4 грамма Make Up For Ever, иногда я ей закрепляю свой макияж, свой консилер, и под глазами, она очень удобная, это очень удобная, маленькая упаковка, до большой упаковки покупать выгоднее, но я не очень люблю иногда большой упаковки, и это, с ней очень удобно путешествовать, вообще брать ее с собой, она чем удобна, она очень удобна тем, что у нее здесь сеточка, и вам не надо ничего высыпать на крышку, у нее вот эта прекрасная сеточка, вы туда кисть засовываете, и берется ровно столько, сколько нужно, потому что, например, Givenchy, вот это вот для призм, 4 оттенка, которые надо смешивать в крышке, это очень неудобно в применении, очень красивая упаковка у этих Givenchy, но вот эта сетка, это гениально, и эффект у нее хороший, такой блюрящий эффект, это просто закрепляющая бесцветная пудра, которая закрепляет макияж, Make Up For Ever, она, в общем, это знаменитая их пудра, есть еще компактная версия, она рассыпчатая лучше, и она реально маленькая, вот если сравнить с пудреницей, пудреница больше, ну 4 грамма, но маленькая, это пластик все, а еще для души, ну вы все знаете мою любовь кензоке, кензоке белый лотос к этой серии, где был парфюм для тела, его больше нет, остались какие-то вот чего-то, они еще выпускают в этой серии, и это бальзам для губ кензоке из вот этой серии белый лотос, вот так видно, вот он, замечательный белый лотос, вы знаете, упаковка парфюма вот того, примерно так и выглядела, только в большем формате, я смотрю на этот бальзам года 2, вот на этих стойках, где продается все маленькое, и вот на сифаре, в этих стойках, ну не 2 года года, когда сифара появилась, там эти стойки перед кассами, мимо которых просто пройти невозможно, я смотрю все на этот бальзам, короче, я подумала, хватит на тебя смотреть, замечательная маленькая штучка, здесь тоже этот лотос, я не смогла не удержаться, не удержаться, я не удержалась, я купила ему, ну что, бальзам для губ, господи, что здесь в составе, сладостно тающий, на губах нежно-розовый бальзам, о, нежно-розовый, это опасно, я думала, он без оттенка, питает, увлажняет, защищает губы, нежные, гладкие, соблазнительные, что в составе, на первых местах, ой, такой шрифт, я ничего не вижу, в общем, ну, бальзам, бальзам, я им все время пользуюсь, они везде у меня валяются, и в сумках, и в ванной, и на кухне, и везде, давайте просто мы его откроем, о, интересно, здесь смотрите, какой, я не думаю, что он дает свет, ха, он не пахнет, что ли, этой лотосовской серии, где у меня тут еще ничего не намазано, давайте попробуем, нет, оттенка я никакого не вижу, просто поплескивает, очень мягкая такая текстура, по крайней мере, на руке, очень приятно пахнет, сладковато, чем-то похоже на этот парфюм с лотосом, но это не оно, очень приятный, сладковатый запах, а походит на клоранс, на клоранс, вот это вот, на их карамель клоранс, который мне очень нравится, тоже вот эти стики, их такие, слегка оттенки, на бальзамы клоранс, жидкие, но, по изысканию, я бы сказала, приятно пахнет, давайте попробуем, ладно, очень сразу хорошо скользит, по коже губ, приятно, пока приятно, я не знаю, насколько он хорош, действий, но пока смогу сказать, что очень приятная штучка, я довольна, и последнее, это, короче, тоже маленькая пудра, Hourglass, все бьюти-блогеры, американские, какое-то время, все время говорили, про этот Hourglass, Hourglass, это что-то невероятное, это, с одной стороны, как хайлайтер, с другой стороны, как пудра, это эффект метеоритов, но только лучше, она подсвечивает, ваше лицо, это пудра, видимо, в самом их продаваемом оттенке, строп пудра, которая, Lightning, как свет, прибавляет для лица, я так понимаю, что это пудра на все лицо, сияющая пудра, тон, incandescent, в общем, вот смотрите, сделайте стоп, сделайте зум, и смотрите, что это такое, вообще, самое их популярное, это там, где три маленьких пудры, в одной палетке, и я видела, что обычно просто их используют все вместе, как хайлайтер, да, это я не знаю, это посмотрим, они все говорили про этот Hourglass, я не смогла его не купить, и вот в Sephora он есть, больше вот нигде не было, в России Hourglass, вот он есть в Sephora, вот она, эта пудра, я купила эту маленькую, ну, во-первых, я люблю все, а, где, во-первых, я люблю все маленькое, во-вторых, это просто, ну, это прекрасно, это маленькое, сколько здесь, 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 здесь не написано, а, нет, написано, 1.3 грамма, прекрасно, я попробую использовать ее как хайлайтер, она вот такая вот, какая-то молочно-розовато, бежевая, я попробую ее использовать и как хайлайтер, и попробую ее использовать на все лицо, как свои эти метеориты, лояж, ну, на руке, скорее, я бы сказала, что это хайлайтер, а я люблю такие очень тонкие хайлайтеры, вот, очень много сейчас набрала, сейчас просто попробуем поймать свет, да, вы видите, вот, вот она нанесена, по-моему, очень красиво, если легкой его альют, то можно на все лицо, а если наслаивать, то можно попробовать как хайлайтер, ой, здесь зеркало есть, и оно настоящее, иногда, знаете, бывают зеркала такие ненастоящие, они как будто какие-то пластиковые, здесь нормальное, настоящее зеркало, и это все пластик, но зеркало похоже на настоящее, все из пластика, ой, слышали, скрипнуло, ну, ладно, все в отпечатках, все, я очень рада, я очень довольна этому своему походу, вокруг меня просто море всякой косметики, спасибо вам, если вы разделяете мою страсть к этой красоте, к этим ароматам, к этому Байреда, к Шанель, я надеюсь, вы насладились, и вам было со мной хорошо, пока.